Мы часто недооцениваем значение положительных эмоций. Между тем, давным-давно доказано, что какую важную роль они имеют в нашей жизни и, в частности, в сохранении нашего здоровья. Добрый день, дорогие телезрители! С вами телеканал Арм ТВ. Вы смотрите передачу «Разговор с армянским акцентом». И с вами мы, ваши ведущие, Роман Багдасарян и Татьяна Ниткина. Мы сегодня действительно заново начинаем жить, потому что каждый новый день – это как большая такая жизнь. Друзья, ну, хочу сказать, что этот день будет самым счастливым в вашей жизни, потому что это наш девиз. Каждый эфир, каждый день новый и самый-самый лучший. Конечно же, наполненный только и только позитивными и светлыми эмоциями. Следите за нашим сегодняшним эфиром. У нас будут невероятно интересные гости. Конечно же, будем разыгрывать билеты на те или иные мероприятия, которые происходят здесь, в столице Российской Федерации, в Москве. Ну и что? Хочу сказать, что у нас вот есть чашки. Чай, чай. У вас тоже есть чай? Отлично. Ну что, чокнемся? Давай. За хороший день, да? Да, и за то, что вы получили массу положительных эмоций. Чай у нас теплый. Чай у нас теплый. Да. Попробуем. Смотри, я тебе там чабреца добавил. Классно, да? Какой у нас чаек. Так что, если у вас дома холодно, наполняйте чашку чая, там, чабрец, кизиловое варенье, и все это будет по-армянски. Как раз разговор с армянским акцентом и армянский чай. Что может быть еще лучше? Ничего, только армянский юмор может быть лучше, дорогие телезрители. Именно так звучит наша сегодняшняя тема. Армяне, юмор и армянский юмор. Потрясающие гости у нас сегодня будут. Мы познакомим вас с ними немножко попозже, или мы все-таки расскажем, кто это будет? В принципе, я думаю, что интрига, она всегда, как говорится, должна быть. Но если ты немножечко раскроешь... Намекнем. Да, секрет, давай. А, ну, как бы вам намекнуть, человек-легенда, человек, у которого всегда хорошее настроение, человек, которого знает, наверное, каждый армянин, и не только армянин. Я думаю, что все люди России знают этого человека. Да, ну, раз ты так все сказала, не будешь говорить, кто это? Ну, чуть-чуть попозже. Попозже, договорились. Напоминаю всем нашим телезрителям, что смотреть телеканал Арм ТВ вы можете, если у вас дома показывает Триколор, если у вас дома есть МГТС, Мегафон, или, быть может, Юком Армения, тоже показывает телеканал Арм ТВ. Ну, а если всего этого нет, то в интернете набирайте www.tvarm.ru и нажимайте на кнопку онлайн режим, можно спать круглые сутки наш эфир. Ну, рассказывайте, конечно, как у вас там сегодня настроение, что вы сегодня делали или собираетесь сделать. А может быть, даже анекдот, может быть, даже кто-то расскажет анекдот. Я думаю, что сегодня у нас будет много анекдотов, вот, ты приготовила уже, у тебя есть там багаж анекдотов? Один, один анекдот у меня хороший есть, я вот чуть-чуть попозже расскажу. Договорились. Дорогие телезрители, если у вас есть какие-то анекдоты хорошие, или вы хотите поделиться с нами своим хорошим настроением, обязательно звоните нам по телефону 8-499-272-46-54. Ну, что ж. Я хочу сказать, что, конечно, без юмора жить вообще невозможно. И как раз-таки наша передача, она тоже держится на таком большом чувстве юмора. Согласна, каждый раз, когда к нам приходят гости, мы пытаемся как выйти из трудных ситуаций, Мы их щипаем, гости, иногда. Да, мы их щипаем, да, мы их подкалываем, иногда задаем какие-то провокационные вопросы. Это Рому у нас любит каверзные вопросы. Да, 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 но без этого, я думаю, что вообще никак, без каверзных, да, таких вот. И вообще это по-армянски, немножко каверзности должно быть. С армянским акцентом получается, да? И это как армянское блюдо, да? Надо обязательно немножко пересолить, немножко поперчить. Перчинки добавить. Да, да, обязательно перчинка должна быть. Ну и в отношениях, наверное, кстати, тоже, Таня, в отношениях тоже. Но в наших отношениях нет перчинки, да? Надо добавить, надо добавить срочно. Надо добавить, да. Ну вот я сегодня тебе добавил и себе по ложечке кизилового варенья, кстати, мне из Армении его привезли. А завтра я тебе добавлю немножко соли в чай. Соль? Да. Потрясающе. Ну, нужна же перчинка, а ты в эфире скажешь, Таня, ты вот редиска. Договорились, договорились. Я сразу же обнаружу это на вкус. Тань, ну вот скажи, пожалуйста, сегодня вот такая погода в Москве, хладрыга, но у нас такой невероятный гость, веселый, юморной. Как ты считаешь, мы сумеем вообще, как говорится, на 5-7 градусов сделать теплее атмосферу не только в нашей студии, но и в домах наших телезрителей? Я думаю, что у всех дома будет очень-очень жарко, потому что этот человек своим юмором, я думаю, что поднимет температуру не только на 5-7 градусов, а просто будет Африка. Да. Я думаю так. Ну и, конечно, как мы любим говорить, независимо от того, где вы нас смотрите, Москва это или Ереван, Сирия это или Лос-Анджелес. Здесь понятно, что везде разная погода, но напоминаю, что в Москве сегодня очень холодно, поэтому особенно москвичей, которые замерзли, и, может быть, жители Урала и Дальнего Востока, где нас тоже смотрят, мы попытаемся, как говорится, разогреть. Как говорится, тепла мало не бывает, понимаешь? Абсолютно согласна с тобой. Знаешь, вот у нас сегодня такая интересная тема – юмор. Да, вот я сегодня вышла из дома, и прям вот весь мой поезд, поездка вся моя, которая занялась сюда, была связана с различными комическими ситуациями. Расскажу одну. Выхожу я из дома, учитывая то, что у нас очень-очень скользко, идет мужчина, и он подсказнулся и упал. Рядом шла я и еще одна женщина, мы к нему подошли, чтобы помочь ему подняться. Мы, значит, ему помогли, он поднялся и спрашивает у нас, ну, что я могу для вас сделать, да, спасибо. Женщина не растерялась и говорит, проголосуйте за нашу партию, представляешь? Серьезно? Да. А мужчина такой говорит, я, говорит, ногу, уши, пони голову. Но название партии не будем называть, чтобы не рекламируйте партию. Нет, 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 абсолютно. Поэтому очень хорошо, когда у людей прям с утра хорошее настроение, и я очень надеюсь на то, что наш эфир сегодня тоже поможет вам поднять настроение, ну, на сто процентов. Ну, и хочу сказать специально для всех телезрителей, которые нас смотрят регулярно, что с понедельника, со следующей недели разговор с армянским акцентом будет выходить. Опять-таки, да, с 12 до 2 часов дня, но у нас будет нововведение. У нас каждые 20 минут будут вбросы свежей информации, все, что произошло за день, за последний день в Армении, России и в мире. Раз в 20 минут мы будем вбрасывать свежую информацию и вместе с вами, уважаемые телезрители, все это обсуждать. Таким образом, когда вы смотрите разговор с армянским акцентом, вы понимаете, что вы знаете все, что произошло за день в мире. Все самое главное, интересное, ну и самое главное, веселое, да. И возвращаясь к теме веселья, скажи, как часто вообще тебя веселят твои друзья? У тебя вообще друзья плачутся в жилетку или они тебя пытаются там вывести на сне? Позитивные друзья, у меня очень позитивные друзья. Недавно у меня мои друзья женились. И свадьба была очень-очень веселой, потому что они сделали свадьбу в стиле кавказской пленницы. Свадьба проходила на Донбае. Жених въехал на Ишаке, ну а невеста, конечно же, на лошади. Ну я думаю, что это просто все гости получили огромное количество положительных и позитивных эмоций. И было невероятное количество смеха, когда увидели вот этого жениха. Поэтому все мои друзья такие очень веселые, очень креативные, очень позитивные. И особо не плачутся в жилетку. И даже если когда что-то случается, ты знаешь, они на все на это смотрят с юмором. Что является очень-очень правильным. Да. А у тебя, Ром, как? У меня друзья смешные, как и я. Но у них тоже, как у всех смешных людей, есть проблемы. Так что, когда много смеха, я их переключаю и говорю, расскажи-ка, что у тебя там за проблемы. Как только проблем становится опять много, я опять их переключаю и говорю, давайте смеяться. Так что такой контраст. Это как душ, знаешь, контрастный душ. Кстати, европейцы очень любят контрастный душ, и американцы. И неспроста, потому что это заставляет смодриться. Особенно с утра. Я даже помню, когда я ходила в школу, каждое утро я обливалась холодной водой. Тем самым я будила весь дом, знаешь. Ну вот, поэтому ты не меняешься. Молодильником, да. Какой-то была пять лет назад, помню, на фотке. А вот недавно в Фейсбуке видел, ты такая маленькая. Такая же сейчас осталась. Такая же сейчас, да, ну отлично. Только коляски нету. Очень, ну привезем в следующий раз коляску. Мы готовы, готовы уже, конечно же, задавать в том числе вопросы, которые, как всегда, звучат в нашем эфире. И первый вопрос мы готовы задать прямо сейчас. Скажите нам, пожалуйста, уважаемые телезрители, кем в детстве мечтал стать Карен Аванесян? Кем в детстве мечтал стать Карен Аванесян? Если вы сейчас мне правильно ответите, вы получаете два билета на концерт в Кремлевском государственном дворце, который состоится 4 ноября. Называется он «Мы едины». Невероятно веселый концерт. Так вот, я называю вам варианты ответов. Соответственно, один из этих вариантов является правильным, остальные три неправильными. Варианты ответов – инженером, врачом, клоуном, космонавтом. Кем в детстве мечтал стать Карен Аванесян? Тем самым мы с Таней раскрыли секрет, кто же появится сегодня в нашем студии. Да, именно, дорогие телезрители, мы, если вы правильно ответите на вопрос, то мы с Ромой, мы вообще волшебники, скажем вам по секрету. Мы сделаем вот так вот, и по взмаху волшебной палочки у нас в гостях появится именно он – Карен Аванесян. Ну и не только он, но, Таня, мы совсем забыли сказать еще раз нашим телезрителям, которые, например, пропустили прежние эфиры. Дорогие наши телезрители, со следующей недели нас ждут не только нововведения, когда мы будем свежие вбросы информации делать, но в том числе напоминаю, что со следующей недели мы начнем разыгрывать ужины в лучших ресторанах Москвы. Не пропустите эти эфиры, потому что что-что, а романтический ужин с живой музыкой в невероятном московском ресторане – это круто. Согласны? Могу вам, кстати, еще раскрыть секрет. Мы очень долго готовили, очень долго готовили такой сюрприз для всех наших телезрителей. Именно с первого дня выхода эфира нашей передачи все ведущие телеканала АРМ-ТВ каждый вечер по заданию ходили по всем ресторанам Москвы, пробовали кухню и выбрали лучшие рестораны, и именно ужин в этих лучших ресторанах вы и можете получить подарок. Да, ну вот Таня выдает все секреты, а что делать, когда у тебя такая соведущая, которая знает все про всех. Да, про всех. Но, конечно же, кроме Карена Ванисиана у нас еще будет гость. Не будем пока раскрывать секреты, кто это. Прежде давайте все-таки посмотрим музыкальный клип, который для всех вас, уважаемые телезрители, подготовил самое доброе, самое светлое, самый лучший армянский телеканал. Ведь сегодня у нас вторник, правильно? Если вы думаете, что у вас на Дальнем Востоке сейчас вечер и день заканчивается, то мы, Роман Багдасарян и Татьяна Ниткина, говорим вам, что нет, если вы смотрите разговор с армянским акцентом, не важно, где вы находитесь сейчас, день только начинается, и это будет самый добрый день. Ром, скажу по секрету, сегодня среда. Среда? Сегодня среда. Ну, так бывает, когда я влюблен в своих телезрителей. Да, мы очень много работаем. Нет, Таня, когда я влюблен, я не помню, какой день недели, понимаете? Правильно, правильно, абсолютно правильно. Сегодня середина самой-самой недели. У нас в студии стало немножко уже жарче. И, дорогие телезрители, мы хотим вам представить сына легендарного человека Сэм Месропян. Здравствуйте. Как у вас настроение? Уже супер. Уже супер. Мы тут посидели, мы уже вместе потанцевали и так далее. Так что у нас у всех настроение супер. Как вам наша студия? Как вам наши шашлычки? Ну, она, как всегда, отличается экзотичностью. Классно. Все наши армянские атрибутики как раз. Супер. Особенно батонный матреш. Вот матрешка это самая главная армянская атрибутика, я смотрю. Да-да-да. Ну что ж, вот у нас к вам, конечно, очень много будет вопросов. Вот первый вопрос, который я хочу задать. Скажите, пожалуйста, каково быть сыном такого вот легендарного, великого человека, человека, который обладает таким потрясающим чувством юмора? Сложно ли и легко? Ну, и сложно и легко. Сложность в том, что когда ты с ним куда-то выходишь, в любом случае, вот, толпа нас когда окружает, приходится контролировать за ситуацией. А легко в том и очень приятно, в первую очередь, когда подходят и тебе говорят, что мы любим твоего отца, что его юмор. Ну, это все приятно слышать и, как бы, народ отдает свое должное. Ну, вот мы все наблюдаем, да, вашего отца на экранах, все его видим именно в работе. А очень, конечно же, интересно узнать, какой он дома. Шутит ли он или нет? Или он дома серьезный? Нет, дома шутит. У нас всегда, у нас без шуток нереально. Но даже когда мы разговариваем на какие-то серьезные темы, у нас лично с ним не получается это. Ну, так, начало есть, а продолжение мы везде находим частичку юмора, начинаем ее обострять, и у нас истерика. Даже в самолете мы летим, вроде только что разговаривали о серьезной теме, обсуждали сценарий, но уже пошел юмор, и уже кого-то заметили, приметили, и обостряем ее. Скажу так, юмора у нас хватает, более чем достаточно. А часто ли вы вместе проводите время? Очень часто, так как я являюсь его директором, и мы вылетаем на концерты, корпоративы, и очень часто. В принципе, больше всего мы с друг другом проводим время, так как всегда вместе. Ну, расскажите нам какие-то смешные истории с гастролем, может быть, было что-то наверняка? Ну, было много, так запомнить трудно, но даже недавно был один такой момент, мы недавно, ну, после концерта, я вышел на улицу, погреть машину, холодно, и жду, пока выйдет Карен Горегинович. А смотрю, стоят две бабули после концерта, и внучка там 13 лет, ну, смотрю, такси нету, ему выехать никак, время час ночи, холодно. Ну, я решил подвезти, я позвонил, смотрю, у меня есть время. Хотел подвезти, я говорю, садитесь, я вас подвезу, а они на меня посмотрели, что борода, ну, тавказский мужчина, хочет подвезти, как-то страшновато, час ночи. Это какой город был? Это Подольск. Ага. Я говорю, вы, конечно, не бойтесь, и я решил воспользоваться случаем, я говорю, я сын Карена Ванесяна. Она такая говорит, ой, кто-то я смотрю, вы похожи. Ну, юмор, я рассказал, я говорю, ну, похожи мы, конечно, я говорю, вы не волнуйтесь, я говорю, мы все армяне, друг на друга похожи. Так что, ну, так много у нас случаев было. Просто все не вспомните. Ну, что ж. Ну, я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, да, конечно, мы уделяем максимально внимания нашему гостю, но вы тоже не забывайте, что мы разыгрываем билеты, в данном случае два билета в Кремль на 4 ноября. Вопрос вы уже слышали, кем мечтал в детстве быть Карен Аванесян. Варианты ответов тоже мы вам, как говорится, продиктовали. Давай еще раз озвучим. Давай, давай, ты это сделаешь. Значит, клоуном, врачом, инженером или космонавтом. Да, кем мечтал стать в детстве Карен Аванесян? Если вы даете нам правильный ответ, мы отдаем вам два билета, причем с таким легким сердцем, и они ваши. Вот эти билетики, вот эти вот пилеты, мы вам отдадим. Конечно, следующий вопрос такой. А вот сын-то знает, кем мечтал стать? Да, конечно, ну, я не могу это сказать, это просто. Да, пока мы не можем говорить правильный ответ, а то, как говорится, испортим всю малину, которая на самом деле... Мне придется забрать билеты, это будет нечестно. Да. Ну, как минимум, юмор тоже унаследовал. Сэм, ну, бывает, что вы, вот вы говорите, что все время смеете, шутите, а бывает такое, что вы спорите с Кареном Аванесян? Бывают какие-то вопросы, по которым у вас нет единого мнения? Если да, то кто выигрывает в споре? Вот, я думаю, этот вопрос сейчас смотрит и моя мама, она уже сразу этот вопрос так говорит. Понимает, что у нас с ним споры каждый день. То есть, так же опять и по работе, и все это, и мы спорим так, как и мы оба делаем. Наверное, это по гороскопу это дает о себе знать. Ну, выигрывает в споре всегда он, потому что все-таки, понятно, почему. Давит авторитетом. Да, 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 авторитетом давит, я всегда даю заднюю, но в себе, я говорю, нет, я прав. Ну, а так споры у нас очень часто, даже сегодня по дороге. А чем спорили? Нет, у нас споры не всегда такие. По какой дороге поехать? Как объехать? Даже так, он спорит со мной, хотя я водитель, я говорю, это место пассажира, значит, надо тихо ехать, а я за рулем. Споры у нас более-таки приятные, все равно, в любом случае, но они есть. Понятно. А часто вы гастролируете? Очень часто, очень часто, ну, по сезону, как всегда. А давно ли были в Армении? Нет, в Армении были последний раз в мае. Вместе с папой? Да, 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 обязательно в мае. И, нет, я извиняюсь, в августе. В августе? Прям совсем-совсем недавно. Да, мы были в мае, потом в августе, и скоро у нас еще одна поездка намечается. Так что мы очень часто там посещаем. Ну, как вообще родные места? Ой, ну, я скажу так, даже... Вы живете же вдали от родины. Да, я когда прилетаю, я всегда первый взор у меня на Арарат. Так. И я всегда сожалею о том, что его не видно иногда. Но в любом случае, когда я смотрю на него, у меня почему-то мурашки по коже, и как бы слезы радости, что ли, гордости у тебя вот начинают появляться. Но мне очень нравится, особенно, в частности, Ереван. Когда-то дело, это столица, мы привыкли к обстановке такой. Очень нравится. И, дай бог, у нас, ну, идет процветание, классно. А мне почему-то кажется, что армяне, когда вот, которые не живут в Армении, когда они приезжают в Армении, они первым делом кушают что-то вкусное. Ну, это... Есть такое? После самолета обязательно. Там есть определенные рестораны, в которые мы обязательно посещаем. Ну, да, но... Что папа кушать любит? Он баранина больше всего любит. Баранина? Да. А долму? Ну, долму это обязательно. Он даже... Даже песню у него есть, написали они из Гии Гагуа, и вот про это долму, про хинкали, в частности. Ну, это вот у него в первую очередь, это долма, это из национальной, и хашлама. А насколько мне известно, папа же сам готовит. Ну, да, есть. Но у него не получается. Это так как по времени не получается. А так очень вкусно. А если вот он готовит, какое у него коронное блюдо? Хашлама. Хашлама. Так он ее... Я, кстати, вот заметила, что многие армянские мужчины очень любят готовить... Хашламу. Хашламу, да. Мама как научила, так он и готовит. А, мама научила. По рецепту. Ну, конечно, обязательно. Понятно. Какие-то свои там фишки. Женские. А как папа отдыхать любит? Вы отдых вместе проводите тоже, и как и работу, или нет? Нет, но иногда бывает вместе, а так в основном нет. Отдельно. Но он отдыхать любит в более спокойных местах, и лишь бы было море, и ему все. Море, спокойное, тихое место, так как он постоянно в движении, постоянно в музыке, в шуме. Сэм, вот я хотел спросить. Карена Аванесяна очень любит на Горном Карабахе. Наверняка ты это слышал и не раз. А как часто удается вообще ехать в Карабах? Мы еще спросим у папы обязательно. Да, к сожалению, мы там были, он лично там был, два года назад, если я не ошибаюсь. Я был как раз-таки в мае месяце, я там был неделю, 10 дней. Тоже шикарно. Но мы часто стараемся, если мы прилетаем в Армению, если у нас есть зазор, хотя бы 10 дней, мы хотя бы 3-4 дня посвящаем Карабаху. Понимаю. Один из самых любимых вопросов, который мы задаем людям, которые дают концерты в разных городах, в разных странах, и вопрос таков. Ты как директор мониторишь вот такое настроение армян, которые сидят в зале. Одно дело дать концерт в Москве, совсем другое дело дать концерт в Ереване. Все армяне как один кулак, но они определенно, конечно, можно сказать, что разные по поведению. Я сейчас хотел бы спросить о эмоциях. Вот эмоционально они тоже разные или нет? Или на одни и те же шутки? По-разному они реагируют? Ты смотришь из-за кулис, наверное, может быть, из зала? Ну, если мы берем концерты даже в Ереване, которые мы даем, то, конечно, да, потому что в Ереване они смотрят как-то более... Они даже не слушают, они смотрят на Карена, так как он все-таки, опять же, является достоянием нашей нации, но находится далеко. И каждый как по-своему. По сути, шутка это такая вещь, что каждый по-своему ее воспринимает, и поэтому реакция тоже разная. Но, я скажу так, иногда смотрят на Карена, опять же, Гуриус, есть отдаленные места, где мы концерт отрабатываем, они смотрят, как сказать, со скукой. Вот им приятно смотреть просто то, что вот это Карен Аванесян, фамилия Наен, вот это кончание. Ну, да, очень-очень интересно было услышать. Напоминаю нашим телезрителям, что партнером телекомпании «Арм ТВ» является авиакомпания «Эйр Армения». Уважаемые наши телезрители, летайте, авиакомпания «Эйр Армения». Отличные самолеты, потрясающее техническое обслуживание, как мы любим говорить, также отличный сервис. Хорошие стюардессы, да, что тут скрывать. Красавицы, армянские стюардессы на борту армянских самолетов, что крайне имеет важное значение для полета. Когда турбулентная зона, но на самолете стюардессы «Эйр Армения», тогда ничего уже не страшно. Нет. Прошла красивая армянка, и нет турбулентной зоны. Ну, если это в шутку. А если всерьез, авиакомпания «Эйр Армения» предоставляет всем вам, уважаемые телезрители, вот такое предложение. 10 полетов авиакомпании «Эйр Армения» и 11 билет. Пожалуйста, бесплатно. А, В, Чар. Очень-очень хорошая акция. Отличная акция. Да, да, я действительно так думаю. Так что, друзья, не забывайте про авиакомпанию «Эйр Армения». Если вы собрались, например, лететь в Ереван, обязательно покупайте билет данной авиакомпании. Ну, мы вам также напоминаем о том, что вы можете звонить нам в прямой эфир. Да. Потому что именно в прямом эфире мы выходим по телефону 8-499-272-46-54. Скоро, совсем-совсем скоро у нас появится легенда. Ну, и вы все время видите вот здесь, буквально в правой стороне экрана, этот номер телефона. Не стесняйтесь. Если даже вы не знаете ответ на вопрос, который мы уже задали, вы можете просто побеседовать с нами. Мы готовы ответить на все интересующие вопросы. Или же задать вопрос гостю. Да. Как мы делаем это регулярно. Сегодня вы с Кареном Аванесяном утром встали, и первая мысль, что мы идем на АРМ-ТВ. Легко далась дорога или тяжело вставать? Потому что сегодня у нас очень холодно. Вы заметили, сегодня такой резкий перепад температуры. Вообще, человеку, который смеется, смешит других людей, приходится иногда утром вставать с грустным лицом. Я это к тому, что Карен Аванесян утром, Карен Аванесян днем и Карен Аванесян вечером. Это разные Карены Аванесяны? Ну, в основном, как сказать, иногда после корпоративов, также концертов, мы возвращаемся поздно домой, и иной раз утром, да, Карен Аванесян бывает чуть другой. Уставший и выжитый? Ну, уставший, нет, не выжитый, он всегда бодрый. Но есть все равно вот этот недосып, когда хочется вроде поспать, а нет, надо пойти и так ждать интервью, или где-то вот в какой-то передаче отсняться. Бывает плохое настроение у папы? Ну, плохое настроение бывает, но оно не отражается. На окружающих, да? Нет, я могу знать, что оно плохое, но оно вроде бы неплохое, скажу так. То есть это быстро регулируется и... Я думаю, что если человек хотя бы немного понимающийся, то он понимает, соответственно, в кавычках, что творческий человек, который дает концерты, у него может появиться утомляемость и так далее, там подобное. С учетом этих факторов ты понимаешь, что утром может и не нужно лишний раз дергать человека, лишние информации заваливать. А ты как директор, пытаешься минимум вообще как бы заваливать информацией мозг такого талантливого и уважаемого и любимого всеми нами человека, как Карена Ванисиана? Или ты директор, который все докладывает, говорит, вот здесь проблема, там проблема. А вообще как работает директор? Нет, ну директор как раз таки, проблема здесь, там, она его не касается, потому что касается меня. Я ее решаю, устраняю, если это возможно. А ему дают только ту информацию, которая уже готова, которая вот, она есть на данный момент. Вот все. А то, что какие-то проблемы, нюансы у нас возникают, это все мое дело. Мы готовы принять звонок, они уже начали поступать к нам сюда в студию на телеканал АРН-ТВ. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут, представьтесь. Меня зовут Зоя. Зоя, очень приятно. Очень приятно, Зоя. Вы откуда нам звоните? Из Москвы. Как ваше настроение? Влияет ли погода на ваше настроение? Ну, настроение не очень, конечно. Конечно, да, из-за погоды. Я понимаю вас, да, понимаю. Но у нас, кстати, вот тепло, Зоя. Представляете, до начала эфира я положил несколько ложек кизилового варенья. Кстати, Таня, почему не пьешь? Уже остывает чай. Посмотрите, какой вкусный. Даже наш гость оценил, просто оценил тот вкусный чай, который мы есть варенье. Так что нужно пить теплый чай, Зоя, да. И все будет хорошо. Зоя, у нас был вопрос про Карен Аванесян. У вас есть ответ? Да, у меня есть ответ. Да. Кем в детстве мечтал стать Карен Аванесян? И Зоя из Москвы нам дает какой ответ? Он мечтал стать клоуном. Правильно. Правильно. Мы вас поздравляем. Вот эти два билета. Достанется два. Два билета, да. Два билета в Кремль. Еще, кстати, два билета. Да, надо слово вот это еще добавить. Да, да. Потому что Зоя уже один раз выигрывала на прошлой неделе. Ага. Да. Зоя, ну я думаю, что вас дома должны ценить. Можно вот так дома сидеть и на АРМ-ТВ выигрывать бесплатные билеты. Ужины, ужины. У нас будут ужины, да. Как я хочу сам выиграть этот ужин. Ну ладно, это я потом за кулисами расскажу. Зоя, может хотите привет ты кому-то передать? Или может анекдот хотите рассказать? Не знаю. Привет хочу передать. Ну вы ждете вот... Да, да, говорите. Да. Вы ждете появления, кстати, Карена Аванесяна в студии? Не знаю, а что это тоже может быть, да? Зоя только что включила. Да, Зоя. Только что включила, понимаешь? Я побезопасно. Да, у нас будет, к слову, Карена Аванесяна в студии. Да, буквально, буквально вот-вот-вот-вот-вот у нас будет такого-то замечательного гостя. А сейчас у нас в студии сидит сын. Может быть, у вас есть вопросы его сыну? Да нет вопросов. Зоя растерялась немножко. Да, Сэм, понимаешь, они билеты хотят выиграть. Ну, видят, повезло. Они хотят задать вопрос, но они очень стеснительные. И Зоя в числе стеснительных телезрителей. Очень интеллигентные телезрители. Да, спасибо большое. Поздравляем еще раз. Вы выиграли два билета. Вот, увидимся в Кремле. Спасибо. Обязательно, да, обязательно. У вас, кстати, очень хорошие места, так что будет все круто. Да. Вы вообще часто ходите на какие-то мероприятия с папой? Посещаете какие-то концерты? Концерты, то есть внештатные концерты. Внештатные, да. Не там, где вы принимаете участие. Скажу так, хотим. Есть даже в планах. Мы вот распределяем. Хотели попасть на ленингидарного Шарлина Сдаура. Но не получилось, так как у нас гастроли именно так совпадают, что в этот день вот этот концерт. И у нас, то есть гастроли или концерты, к сожалению, не получается. А так мы расписываем, следим за всем этим и стараемся присутствовать. А друзья вот в основном армяне или... У кого? У меня или у меня? Да. Нет, разные. Разные. Нет такого определенного, что армяне. То есть разные национальности. Но вот это вот армянское чувство юмора, которое, мне кажется, присуще... Я как не армянка могу сказать, что, наверное, 90% армян обладают чувством юмора, умеют шутить и над собой, и над другими. Вот друзья как? Ну, во-первых, если ты не умеешь шутить над собой и не воспринимаешь шутки, то ты не имеешь права шутить и не можешь над другими. А друзья воспринимают отлично. Даже у нас, это мы понимаем, вот когда мы разговариваем, у нас есть юмор, и сразу вот друзья подчеркивают, смотри, сразу пошел армянский юмор. То есть армянский юмор в любом случае замечается и подчеркивается. Понятно. И воспринимается как... Самая ирония в вашей семье присутствует, значит. Обязательно, обязательно. Никак без этого. Ну что, в 12.35 московское время мы идем в прямом эфире. Нас смотрят в разных точках планеты. Нас смотрят в Европе, нас смотрят в Соединенных Штатах Америки, смотрят на Дальнем Востоке, также в Армении, в Нагорном Карабахе и во многих других странах мира. Всем говорим доброго дня, доброго вечера, доброго утра. Или спокойной ночи. Да, не забывайте, кто-то спит, да, проснулся и включил телеканал Арм ТВ. Но что я хочу сказать, друзья, конечно же, вопросов у нас еще очень много, в том числе каверзных, и мы к ним обязательно-обязательно перейдем. Но сначала я хотел бы спросить у Сэма. Абсолютно нейтральный вопрос. Считаешь ли ты себя счастливым человеком? Да. Да, если ты говоришь «да», то мог бы ли ты нам пояснить, почему ты себя считаешь счастливым человеком, и что такое счастье для тебя? Ну, для меня счастье, я всегда уделял вот большую, вот именно семье своей, это большое должное, и для меня счастье, то, что все живы-здоровы, скажу так, благополучие есть, но опять же, в первую очередь это здоровье моих близких, родных. Это самое главное, вот это для меня. А все остальное приобретается со временем. Ну, я так понимаю, что два года назад, когда коронавание себя было не очень хорошо, ты, наверное, был в какой-то депрессии, расстроен. Сейчас, слава богу, все хорошо, и будет только хорошо, да. Ну, конечно, мы все были в глубокой депрессии, как бы на ножах, непонятная ситуация. Мы всегда были либо в больнице, либо около, либо на связи обязательно. Но, слава богу, эти страшные моменты, ну, на тот период страшные моменты позади, и поэтому, как бы, мы стараемся о них не вспоминать, потому что это уже былое, то, что надо думать о том, что сейчас. Да, все увидят обязательно хорошо. А вообще человек, который все время всех смешит, ты же понимаешь, на самом деле расходит огромное количество энергии. Обидно, конечно. Да, поэтому такого человека всегда надо беречь, оберегать максимально со всех сторон. Ну, не мне говорить тебе, как директору, что нужно делать. Видно, что ты его оберегаешь неплохо. Да, потому что сегодня у нас появился до эфира с улыбкой на лице, что говорит о том, что все пока и будет однозначно хорошо. Вот у меня еще такой вопрос интересный. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, юмор лечит? Да, конечно. Ну, да, не зря же говорят, это же все-таки издавна идет, что юмор продлевает жизнь. Ну, значит, он и лечит. Вот даже... Позитив лечит. В любом случае надо быть позитивным, на юморе. Это же все всегда хорошее настроение, а значит, все хорошо. У нас есть звонок, звонок из студии. Алло, телеканал Арм ТВ вас слушает. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, очень приятно. Как у вас настроение? Откуда вы нам звоните? С какого города? Я звоню с Краснодара. У нас плюс 18. Мы вам завидуем. У нас минус 8. У вас минус 8. Уже звонил в Москву, уже спрашивал. Мы, я думаю, должны в Краснодар поехать. Александр приглашает нас тоже, да? Ждете нас в Краснодаре? Как у вас настроение? Откуда вы нам? Александр? Я звоню с Краснодара. Александр? Александр, вы нас слышите? У меня позже идет обор, да? Да. Как только мы сказали приглашать нас в гости, вы пропали. Александр, вы с нами? Я с вами. С вами обязательно. А, скажите, пожалуйста, вообще, как у вас настроение? Настроение хорошее. Жду вас в Краснодаре, ребят. На самом деле, прекрасный край. Вообще, чудный край. Спасибо. Спасибо. Мы обязательно... Вы думаете, мы откажемся? Нет. Мы не откажемся. Мы вот возьмем и приедем. Кстати, Таня не знает, что в Краснодаре все говорят, что Краснодар лучше, чем Ростов-на-Дону. А в Ростове все говорят, что Ростов-на-Дону лучше, чем Краснодар. А вы как считаете? А вы как считаете? Может, человек замерзл? Вы нас слышите? Там четырехсекундная задержка. Александр, вы слушаете то, что мы говорим. Вам нужно говорить только в трубку, отойти от телевизора и говорить только в трубку. И желательно звук выключите, пожалуйста, на телевизоре и слушайте только то, что в трубку говорим. Вы знаете, честно вам говорю, связь чуть далеко у меня проходит. Да, мы это понимаем. Но он считает так. Вот ведущая... Алло. Да, да, Александр, объясню почему. Вам надо не смотреть на экран и пытаться понять, что мы вам отвечаем. У нас идет четырехсекундная задержка. А просто говорить с нами в трубку, в телефоны. Как по телефону разговариваете? Отлично. Все, я по телефону разговариваю, слушаю. У вас внимательно. Значит, насчет Краснодара и насчет Ростова. Прекрасный край, Краснодарский край. Ростов ничем не хуже. Тактично. Да. Дости честно. Ну вот у нас сегодня такая тема замечательная, да? Мы разговариваем об армянском юморе. Что вообще вы думаете на эту тему? Может быть, у вас какой-то есть анекдот, который вы хотите рассказать? Вы знаете, с удовольствием расскажу вам анекдот. Давайте. У нас в армянском юморе все анекдоты переключены на армянские темы. Вот. И хотел сказать, вот девочка, ведущая, правда, не знаю, как ее увеличать. Таня меня зовут. Татьяна, да? Она звалась Татьяна. Очень приятно. Татьяна, да, она вот подчеркнула, вот я сама не армянка. Вы похожи на армянку, да, сразу армяне могут вычислить. Вы понимаете? Вы понимаете? Просто уже, учитывая то, что сколько лет я работаю с армянами, это отражается на мне. Я была раньше блондинкой с голубыми глазами, да. Очень хорошо. Видите, армяне виды изменили. Вы стали карией, темной карией. Да, вот так вот. Насчет Карена Ванесяна могу сказать. Для меня он сыграл немаловажную роль, когда я учился еще в институте, в Академии полиции. Он приезжал к нам в Краснодар, часто бывает. Бывал в Краснодаре, сейчас правда очень редко вижу его афиши у нас в Краснодаре. Ну, превосходный человек. Несмотря на его маленький размер габарита, присущий армянам, да, маленький человек, большой у него юмор, огромнейший юмор. И вот смотрю на его сына, прям такой большой парень, примерно таких же размеров, как и я. Наверное, спасибо. Да, такой парень, очень приятно увидеть. И у меня точно так же много разносторонних национальностей, друзей. И мне нравится ваша программа. Прекрасно. Увидел бы Карен Аванесян, еще бы вот помахал бы ему рукой, как ведущий всегда машет нам рукой. Александр, обязательно через некоторое время он появится в студии. У вас есть возможность, кстати, еще раз нам позвонить и уже поговорить с Кареном Аванесяном. Ему тоже это будет приятно. Вообще будет приятно, если наши телезрители будут звонить и говорить какие-то добрые слова. Саш, давайте спросим у Сэма, а когда вы собираетесь в Краснодаре дать концерт? Вообще есть такое в планах? Ну, в планах есть, но в основном это держится на определенный период времени, потому что нельзя постоянно часто вот... Конечно, конечно, да. Ну, в планах есть, но в ближайшем буду. Саш, вы услышали, да? А, Саш, вы слышите нас? Да, да, я слышу. Да, так что ждите, рано или поздно мы там появимся, в кавычках, да? Рано или поздно. Все вместе, армяне дружную толпою, как говорится, да. Да, все не надо продолжать. Я в институте это уже много наслышал, армяне дружной толпой. Это так хорошо. Да. Ну что, это был Саша из Краснодара. Может быть, кому-то привет хотите передать? Давайте, давайте. Есть примеры? Ребята много чего не знали. И причем позавчера вечером была очень хорошая программа, передача. Говорили о нашествии на территории земли армянской. Приятно, очень приятно историю заново повторять. Очень приятно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Звоните нам чуть-чуть попозже. У нас в гостях будет Карен Аванесян. Напоминаем вам. Ну что ж. Доброго здоровья вам желаю. У нас, ребята, плюс 18. Мы вам завидуем. Хватит уже, перестаньте. Не травите душу. Да, надо опять горячего чая. Другого выхода нет. Нам надо согреться. Какие утки? Потому что там тепло, а у нас холодно. Вот у нас 20 градусов. Примерно так. Ну что ж, а вот, Сэм, скажи, пожалуйста, вы когда, допустим, ездите на гастроли, например, даже в Армении, у вас бывает возможность посетить какие-то места или только по работе? Нет, нет, это обязательно, если Армения-то это само собой. Но если мы гастролируем, ну и в местах, в городах, где есть что-то интересное, то лично у меня обязательно экскурсию краткую, чтобы мы понимали, где мы находимся, достопримечательность. То есть, чтобы не просто побывать и галочку поставить, что был с концертом или неважно, мероприятие, а вот то, что ты был полноценно в этом городе или в этой стране. А в каком городе или в какой стране теплее всего принимают? Ой, это везде принимают, но больше всего в стране, в какой мне нравится, так скажу, от себя, это Израиль. Ну, помимо Армении, это понятное дело. В Израиле очень тепло, у нас очень тоже... Ну что, Роман Борисовян и Татьяна Ниткина в студии телеканала АРМ-ТВ приветствуют. Всех наших телезрителей, которые нас смотрят с самого начала, всех тех, кто только что включил телевизор и подключился к нам. У нас невероятно интересная тема, конечно же, речь идет про юмор, про веселье, про смех. И мы не могли, не могли, конечно, не пригласить очень интересных гостей, в том числе Карена Аванисиана, которого мы ждем буквально через несколько минут в студии. Но вы, наши телезрители, знаете, что прежде чем попрощаться с нашим гостем, мы рассказываем ему, что у нас есть определенная обычная, но самая что ни на есть светлая камера, куда нужно посмотреть и сказать светлые какие-то добрые слова. Что сейчас Сэм и сделает? Сэм, это ваша камера. Есть ли у вас пожелания нашим телезрителям? Они готовы все это услышать. Ну, пожелания такие. Хочу пожелать вам всем счастья, добра, улыбок и всего самого наилучшего. Смотрите канал Arm TV. И приходите на концерты Карена Аванисиана. Обязательно. Ну, это обязательно. Это обязательно, да. И вы будете жить долго-долго-долго, потому что смех продлевает жизнь. Ну что, да, эфир, как говорится, не безграничный, но с учетом того, что дальше у нас после клипа появится сам Карена Аванисиан, я думаю, что вы с удовольствием готовы передать ему эстафету. Верно? Да, конечно. Вам огромное спасибо за то, что пришли сегодня к нам. Вам большое спасибо. Сэм, желаем вам всего самого хорошего, вот, чтобы возле вас были порядочные, честные люди, что им является крайне важным, в том числе во время работы. Чтобы возле вас были люди, которые действительно знают, что означают слова «честность» и «порядочность». Как следует можно взять на листок и написать таких людей, проверить, что они сделали и что они не сделали, и понять, сколько у вас таких людей. О том, что вы поняли, о чем я говорю. Таких и только таких вам людей. Если они у вас есть, значит, вы счастливый человек. А сейчас все вместе давайте посмотрим «Дорианс» идет на телеканале АРМ-ТВ. АРМ-ТВ. «Дорианс» идет на телеканале «Дорианс» и «Дорианс» идет на телеканале АРМ-ТВ. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Для меня. Если армярицы очень маленькие, им особый привет. Вы отличаетесь. А остальные армярицы вам завидуют. Уважаемые телезрители, не стесняйтесь. Вы можете набрать номер нашего телефона. Видите вы его у себя на телеэкранах. Я знаю, что у нас очень много стеснительных телезрителей. Но у нас сейчас прямой эфир. Независимо от того, где вы находитесь. В Армении, Москве или в другой дочке планеты, звоните 8-499-272-46-54 И вот такая редкая возможность когда можно поговорить с Кареном Абванисяном. Я знаю, что после ваших концертов некоторые люди думают, где его найти за кулисами, чтобы сфотографироваться и выложить в одноклассники. Вы знаете, я делаю это постоянно. На всех моих сольных концертах всегда. Когда я заканчиваю концерт, я даже говорю администраторам, я говорю, вы можете даже объявить. Я даже объявляю иногда со сцены в конце, что фотосессия начинается. Я чувствую себя иногда Наоми Кемпбелл. Встаю, фотографируюсь. Я, правда, очень долго переодеваюсь. К этому времени все равно 150 человек остается. Я благодарен людям, что они приходят на мои концерты. Вообще, Господи, спасибо тебе огромное, что я занимаюсь любимым делом. Я всегда это говорю. Я не иду на ненавистную мне работу на заводе, на фабрике, если я ее не люблю. Я просыпаюсь тогда... Вот сегодня я проснулся рано из-за сегодняшнего эфира. А так я просыпаюсь в 11, в начале 12. Дома репетирую, занимаюсь. И очень-очень благодарен Господу за то, что я занимаюсь любимым делом. Я люблю смешить людей. Я люблю дарить им хорошее настроение. Вот это прям с детства у вас желание такое было, да? Я никогда не стеснялся быть смешным. Я был в классе, паразировал своих учителей. Вот, например, идет какая-то... Они вам блоки не ставили за это? Нет. У меня был Андрей Богданович Асланян, преподаватель, который был близким другом Вагана Мироновича Петросяла, то есть отца Евгения Вагановича. И он мне рассказал про маленького Жемю, как он тоже в детстве любил тоже подражать, прикалываться, как сегодня говорят, стебаться над взрослыми. И вот как раз-таки вот тогда ко мне очень хорошо они относились. И я вот, что я делал? Например, драка какая-то идет в классе. И вдруг я появлялся, как учитель русского языка Георгия Григорьевича Королев. Я говорю, Боже мой, что здесь приходит? И сразу все разбегались. Пародировал директора школы Георгия Аркадьевича Гукосяна. Как он разговаривал, дети, клянусь вам вот, моим единственным сыном Эдиком, что сегодня все будет нормально. То есть я все время был в пародиях. Я мечтал быть артистом с раннего детства. Ну, вас, наверное, обожали за это учителя. Или как? Ну, я, в принципе, я был хороший ученик. Если честно, я не хулиганил. Ничего, ну, была такая особенность подражать. Один учитель меня ненавидел, но он у меня не преподавал. Я его так часто пародировал. И он все искал повода. А, повода-то нет. Он не мой педагог. Он преподает математику в параллельном классе. И вот однажды, случайно, я опоздал на урок и ворвался в другой класс. Где он? В это время рулил. Я заходу и говорю, я извиняюсь, я перепутал класс. И тут. Да, да, да. Заяц попал в лапы к льву. И он говорит, Аванесов, заходи. А. Почему ты пришел с опозданием? Б. Почему ты мешаешь моему уроку? В. Почему ты не в твоем классе? Г. И тут он задумался. У него все еще исчезло. Г. Г. И он смотрит. Г. Плевал я твоя морда, а теперь иди меня копируй везде. Дождался этого звездного часа. Мой педагог. Звонок поступил к нам в студию. Алло, здравствуйте. 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 Балев здесь. Алло. Здравствуйте. О, на армянский отзывается. Говорите, слушайте нас в телефон, да. Ну что там? Здравствуйте. Мы вас слушаем. Слушайте нас только в трубку телефона. Не нужно с нами говорить на экране. В трубку телефона. Я хочу задать Карину Лунисяну вопрос. Пожалуйста. Балев здесь. Балев здесь. Мы вас слушаем. Говорите в трубку, а не в телевизор. А я в трубку говорю. Хочу задать Карину Лунисяну вопрос. Да, да, да. Пожалуйста. Мы слушаем вас. Хорошо, хорошо. Скучаете ли вы по боку? Как я скучаю? Нет. К сожалению, уже давно нет. Потому что... Ну, могу иногда во сне видеть это все. Но после того, что происходит сегодня в наших взаимоотношениях, к сожалению, я не могу скучать по городу. И потом, если честно, говорит, сегодняшний Баку я вижу каждый день на рынках московских. Я могу пройти и увидеть все те же самые лица. Абсолютно. А по ним у меня никакой ностальгии нет. Все настоящие бакинцы, мои друзья, уже давно находятся в Москве, за рубежом. Поэтому, а ностальгия у меня, может быть, есть только вот каким-то, может быть, кусочком улицы, где я родился, которой уже сегодня нет. Просто там все снесли и построили другие дома. А, к сожалению, у меня это не... Ну, я думаю, что наша телезрительница раз уж спросила про это, наверняка помнит, что в Баку все музыканты, интеллигенции, это были армяне. И многие, кстати, красивые здания до 88-го года построили именно армяне. Да, армяне, русские, евреи. Была определенная когорта. Даже и те же азербайджанцы, которые родились в Баку, были бакинцами. Но, к сожалению, они сегодня все разъехались. А то, что я говорю, сегодня украшают московские рынки, остались там. Как помните, кто-то очень мудро сказал, говорит, классно сказал, уехали золотые руки, золотые головы, остались только золотые зубы. Да, но, в принципе, наша телезрительница правильно сделала, что спросила про один из городов, который находится на Армянском Нагоре. Спасибо, и мы продолжаем. А, Карен, у меня вопрос такой. Скажите, вот каждый год вы даете концерты, в связи с тем, что вот в последнее время жизнь немножко стала сложнее, да, ну, чего тут скрывать? Вы считаете, что тяжелее смешить людей стало? Вот вообще вы пытаетесь, вы вот выходите на сцену, смеетесь, Карен, Аванисиан, да, но вы пытаетесь понять, что люди стали как-то тяжелее их, что ли, раздвинуть, располкать? Вы знаете, если вы обратили внимание, вот в моих монологах, как правило, в последнее время, был один период, когда я изображал на сцене, ну, будем так говорить, лицо армянской национальности. Я был армянином, потому что, ну, как-то надо оправдывать свою внешность. А я не смогу рассказать, например. Да. Как я только начинаю. Пацаны, братаны, я тут говорю про это, понимаешь, вот этот знаменитый анекдот. Я говорю, пацаны, сегодня мы провожаем в последний путь нашего Витька. Ну, братаны, если знаешь, Витек был конкретный пацан, за базар отвечал. Витек, нам сегодня тебя не хватает, братан. Ну, пацаны, давайте стоя почтим светлую память Витька, и чтоб два раза не вставать, выпьем за баб. Я могу это рассказать, но это все равно не мое. У меня, естественно, как... Но всегда в конце моего монолога у меня всегда есть грустинка. Всегда. Потому что у каждого юмориста есть запас нерастраченной лирики, грусти, может быть. Потому я и люблю в кино, когда меня приглашают не просто там на комедийную какую-то роль, а даже иногда и на серьезную роль. Вот я, например, считаю, что одна из моих лучших ролей, вот для меня, например, интересных для меня ролей, это когда я сыграл авторитета бандита в фильме «Жизнь. Поле для охоты». Там жизнь вот этого моего персонажа от 40 до 75 лет. Вот это была серьезная роль. Тем более, что я очень хотел эту роль, но НТВ, канал НТВ сказал, что Аваниссиан слишком медийный. Его знают как кривозеркальца, как юмориста. Ревность, телевизионная ревность. А он должен пугать публику. Но Витя Волков, Виктор Волков, режиссер, все-таки пошел на свой риск. Он сделал грим и несколько проб отснял и показал каналу, руководству. Те посмотрели, говорят, что убедительно. И оставили. Верим, пацаны Соскова. Да, верим. Да, да, да. Еще раз напоминаем номер нашего телефона. 8-499-272-46-54. Также его видите у себя на телеэкранах. Уважаемые телезрители, вы можете смотреть наш телеканал, если у вас дома есть Триколор, МГТС, Мегафон. И в том числе ЮКОМ Армения также транслирует телеканал АРМ-ТВ, в том числе на территории Армении и Нагорно-Карабахской республики. И мы сейчас плавно переходим к теме Нагорно-Карабахской республики. До этого Экфера в социальных сетях, на страницах АРМ-ТВ, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках появились анонсы, что сегодня у нас в эфире будет Карен Аванесян. И одна из социальных пользователей написала мне, видимо, она не понимала, что я обязательно отвечу, она не надеялась на это. Говорит, пожалуйста, спросите Карена Аванесяна, а когда его можно ждать в Карабахе с концертами? И это было прям как грек в душе, это видно, что женщина, которая вас обожает просто. И поэтому я выполняю ее просьбу, спрашиваю вас сейчас. Я вам скажу так, я практически каждый год, одно время, вот последние два года у меня никак не получается приехать в Нагорный Карабах. Ну, правда, не получается, в силу разных обстоятельств. То у меня какие-то зарубежные поездки были, то еще что-то происходило в моей жизни, порой и драматическое, порой и серьезное, порой и не очень. Но я в последнее время очень часто, в год один-два раза я приезжал в Нагорный Карабах и давал всегда благотворительные, я подчеркиваю, благотворительные концерты. И если там продавались билеты, то билеты, все эти деньги шли на покупку какой-то аппаратуры, микрофонов, там все. Но я ни разу в жизни оттуда ни одного рубля не имел и не буду иметь, потому что это импартписа, по-армянски говоря. Это мой долг перед моими земляками-соотечественниками. Я буду каждый год приезжать и буду очень рад. Более того, не хочу умалять достоинств других моих армян. Вообще у нас в армянах, к сожалению, есть такая нехорошая тенденция. Единственный наш грешок, я думаю, мы от него обязательно отойдем, это то, что мы к джоку мэк. Книж джоку мэк, эсмэка, гарабах си гайя, эсмэка, гайастан си гайя, этот керабахский и так далее, и другой, да? Этот ленинаканский и прочее, аппаранский там. Я еще раз говорю, ну, в Карабахе, может, из-за того, что Карабах всегда был русскоязычный, он все время, все время мне было легче работать. Они меня, карабахский зритель меня лучше воспринимал, например, русский юмор, который я вот нес, когда-то вот русские монологи какие-то, не обязательно вот в образе. И это всегда, я не мог долго понять, потом мне объяснили, почему, например, это происходит. Например, скажем, в Гадрудском районе, откуда мои предки, там русский язык был number one практически. Не второй, а number one, потому что там был погранотряд, и в погранотряде были наши русские офицеры, их жены преподавали в русских школах русский язык. И ребенок, который учился в этой школе, он потом после окончания говорил, как москвич. Слушать можно бесконечно, у нас есть звонок, который поступил в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это снова я, Александр. Ребята, у нас в Краснодаре плюс 18. У вас, он издевается над нами. Александр, я был за кадром, но я слышал вас. Да, я, значит, у нас опять же плюс 18. Карена Ваниссиану, большой привет. Спасибо, Саша. Большой, огромнейший вам привет. У меня есть фотография с вами, у меня есть диск с вами, мы с вами на свадьбе. Это не вы подошли тогда, когда в плавках Карена Ваниссиандра? Не вы были? Не вы были. Вот, это оставим в сторону. Насчет Нагорного Карабаха, могу тоже привет передать. Был я в этом году там, проездился, покатался, заехал на рынок. У меня жена, Карена Ваниссиан, уж меня простите, вы должны меня понять. Ваша жена Ленноканская, я Ленноканский. У вас юмор, наверное, процентов 65 оттуда идет, потому что мы Ленноканские, всегда вот юмором вперед. А жена у меня вот из Нагорного Карабаха. Поехал туда, покушал Чангенуфат, прекрасный город Нагорный Карабах, был на рынке. Вам большой привет, также люди просили, говорят, а у вас юмористы приезжают. Я, да, с людьми пообщался, ну, я хочу все знать. Вот у меня натура такая, да. Вот, спасибо вам большое, что вы есть, помимо того, что у вас очень богатый юмор, да, у вас есть вот эта грузь в глазах, вы настоящий актер. Мне это очень нравится, прекрасно, что вы у нас есть. Вообще, большой вам привет, приезжайте к нам в гости. Спасибо, Александр, дай вам Бог здоровья за приятные слова, поверьте, для меня это очень-очень приятно, это мне помогает, это стимул для меня, спасибо. Ну вот, кому-то приходится по пляжу бегать, чтобы сфотографировать с Кареном Ваниссианом, а кому-то ждать, когда закончится концерт, чтобы это сделать за кулисами, а мы ждать, чтобы эфир закончился, да, будем делать это здесь, сегодня после эфира, да. Очень такой необычный вопрос, но прежде чем ее задать, я вспомнил, что после эфиров, когда получается, что Рома Багданцерем больше задает вопросов, чем Татьяна Ниткина, она берет, ставит руки вот так на пояс, как армянская женщина, хотя она русская, говорит, послушай, почему ты больше задаешь? В, я добавляю, по-моему, В. Поэтому слово ей, Карен Тричей, с панелью, да, пожалуйста. Вот, у меня есть такая информация, что вы прекрасно рисуете шарши. Да. Да, и у вас даже стояла дилемма в выборе профессии. Было такое? Да, было такое, потому что мой папа, мой папа мечтал, чтобы я был художником, потому что я с детства начал рисовать. Вообще у меня было очень сложное детство, я честно скажу вам, в плане того, что у меня не было времени играть в футбол, у меня не было времени бегать, у меня не было времени даже попробовать сигаретку. То есть у меня было все настолько запланировано, то есть я ходил в драматическую детскую студию, а в другие дни, например, через день я ходил на кружок рисования. И вот практически все дни у меня были заняты, и еще надо было готовиться к урокам. Но любовь к театру все-таки переселила, и спасибо моей маме, она мечтала быть актрисой, вообще она всю жизнь хотела быть актрисой, и за ней даже приезжали в Гадруцком районе, когда она жила в Карабахе после войны. Была такая тенденция, всегда находила правительство, искала талантливых детей. И они вот ездили по селам, по районам, выбирали этих детей для Степанакерского драматического театра. И мама тогда сыграла главную роль мальчишки. И никто даже в деревне ее не узнал, что это была она. Думали, что за мальчик играет эту роль. И когда за ней пришли ее забрать на учебу, ей было тогда 17 лет, только она закончила школу, мой дедушка, ее отец, местный кузнец, Дамер Челевон, Левон Дайи, он сказал, у меня нет дочери, которая будет актрисой. И маме пришлось себе убить вот это желание. Да, это стереотип. Она не получила вот то удовольствие от своей профессии, она работала на фабрике трикотажной, но это было не ее. Она все равно продолжала это делать как любитель, как непрофессионал, не получая за это деньги, пародировать окружающих. Причем делала это бесподобно. Представляете, вот женщина, которая говорит с акцентом по-русски, вдруг пародирует тетю Дусю, я говорила, что она говорила, она тоже вот так разговаривала, и потом раз, и вдруг опять говорит с акцентом. У нас кто-то висит на трубке, нам надо понять, мужчина это или женщина, и вообще откуда нам звонят. Алло, барель Дзэс, барель Дзэс, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, 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 здравствуйте. Да, мы вас слышим, говорите в трубку. Что вы не соединяете нас, ну? Сы, ну? Не соединили, мы вас слушаем. Мы вас слушаем, разговаривайте, пожалуйста, в трубку, а звук на телевизоре выключите. Хорошо. Вот, отлично. Как вас зовут, представьтесь? Абонессова Карина Григорьевна. Очень приятно. Гарит Григорьевна, здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Здравствуйте. Я звоню из города Тверь. Тверь, понятно. Да, здесь недалеко. У нас в Гарине. Да, да, да. Тверь, да. Ну, уважаемая телезрительница, вы можете еще раз попробовать дозвониться до нас. Если же вы думаете, что это сделать трудно, рассказываю вам маленький секрет, как можно сразу дозвониться на телеканал. Вы набираете 8 499 272 46 5, а вот цифру 4 нажимайте тогда, когда закончился разговор с предыдущим собеседником. Мы, как армяне, имеем очень много таких секретиков, хитреньких. А как же без этого, да, на дворе 2014 год? Такой вопрос, Карен. Вот вы работаете, 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 а понятно, что мы взрослеем. Бывает такой момент, когда он действительно уже физически тяжело, и вот вы чувствуете, да, что вы уже вот работаете на износ. Бывает, что вы задаете себе вопрос, может, себя тоже надо поберечь, или все-таки вы не бережете себя? Если не бережете, не считаете ли вы, что это неправильно? Ну, наверное, вы знаете, в чем дело, наверное, да, вы правы, но у меня, для меня вот, и у меня сын такой же, вот он так же любит вот ездить, для него это праздник, когда вот мы куда-то едем, в поездки, например. Вот сегодня был разговор, я просто слышал приглашение с Краснодара, я люблю Краснодар, и, кстати, я не так давно там был, года два тому назад, и, тем не менее, могу еще раз сказать, что ездить туда, где тебя любят, надо как можно реже, тогда тебя еще больше будут любить. Я, конечно же, к чему? Конечно, хочется ездить, я не могу без этого, это моя жизнь, это моя жизнь, я иногда чувствую, что я уже, конечно, мне не 22 года, но, тем не менее. 23, да? 23 с половиной. У нас есть звонок, который поступил в студию, алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Григорий, меня зовут Григорий, я званю Ставропольский край, село Проскавея, дядя из Буденовска. Очень приятно. Здравствуйте, такой? А что вас не показывают? Почему? Показываем мы все. Григорий, да вы со мной говорите. Алло, вы говорите со мной? У нас четырехсекундная задержка, они слышат это одно, а второе. Я очень люблю Григория Нованасяна, и знаю давно, а просто я хочу сказать, что он о Халкалавске анекдот, знает? Ой, их очень много о Халкалавске анекдотов. Самый знаменитый, когда бабушка убаюкивает любимого внука и говорит, Вайт Саватарин. А что ты это другой говорит? Я телевизор видел, все. Вы говорите, Каверин. Хорошо. Бабушка, чем отличается о Халкалавская бабушка от Карабахской, например, бабушки? Она убаюкивает, Каверинская бабушка, убаюкивает внука и говорит, Вайт Саватарин, об одном мечтаю, об одном мечтаю увидеть твой первый асфальт, и потом готова умереть. Да, 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 спасибо. Это вы знаете лучше меня. Вообще, когда мне... Скажите, вы этот, слышите нас еще? Да. Вообще, когда создавалась эта передача, слышит нас еще? Слышите нас еще? Вы с нами еще? Нет, не слышите. Сорвался с ключка. Почему телеканал АРМ-ТВ принял решение, чтобы шла 4-секундная задержка? Вот именно для таких ситуаций, когда они кричат, алло, мы говорим, да, мы вас слышим, и вот так мы заполняем 2 часа. А представляете, как мне тяжело было рассказать анекдот одновременно с ним? Да. Это была такая стереофония. Нам иногда так же сложно разговаривать. Да. У меня можно вопрос задать? Да, давай, давай. Очень интересный вопрос. Да, Данечка. А какое у вас отношение к современному юмору? Замечательные отношения, я считаю, что у каждого из нас есть место под солнышком. То есть, например, допустим, я поддерживаю замечательные отношения со всеми, и с Камеди Клавом. Вот Камеди Клав, да? Абсолютно. Лично я абсолютно, это ребята могут подтвердить, будут на эфире, можете спросить. Я очень люблю двух братьев этих Арарата и Ашота, которые сейчас всегда видишься, обнимаемся, здороваемся, общаемся. Вот недавно в Юрмале встретились с Гариком Мартиросяном. Я этих ребят помню еще, когда они работали в КВН, и только-только появился КВН, а наш Союз Армян России, тогда только-только появился, и армянская община, часто нас приглашала на одни и те же вечеринки. У нас у каждого свой зритель. У них зритель более молодой. Мой зритель вместе со мной. Я очень рано появился на телеэкранах, я уже очень рано познал, что такое телевидение. Мне было всего 21 год, и я регулярно выступал в молодости, в телевизионных проектах. И поэтому у меня был свой зритель, которому тоже было 17, и он шел вот так со мной по жизни, и так дальше идет. И также их зритель, он будет уходить, уходить потихонечку, будут появляться другие молодые артисты. Это, в принципе, это все так и должно быть. Так и должно быть. Ну, я, например, очень люблю всех. В прямом эфире вы снимаете самую добрую передачу, армянскую передачу, разговор с армянским акцентом. У нас звонок из Дагестана, из Махачкалы. Алло, здравствуйте. Вот даже там вот тут. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Магомед, наверное. Магомед? Магомед? Здравствуйте. Мы вас слушаем. Да, да, говорите с нами в трубку телефона. Только вот трубку, слушайте. Звук на телевизоре выключите. Алло. Да, да, да. Слышите нас? Алло, здравствуйте. 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 Махачкала, Махачкала. Дагестан. Очень приятно. Как вас зовут? Меня Джаврудин. Джаврудин. Очень приятно. Джаврудин. Жора, Жора. Жора. Да. Ассаламу алейкум, Джаврудин. Ва алейкум салам, ва алейкум салам. Я бы хотел вопрос, вопрос. Пожалуйста. Когда он был у нас в Махачкале, в Махачкале, в Дагестане последний раз, и собирается ли он в ближайшее время приехать к нам власти? Мне очень приятно было видеть нам всем. Спасибо большое. Да, я дважды был. Здоровья вам всем. Спасибо. 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 Я дважды был в Махачкале, и мне очень приятно в этом признаться, что, причем между первым и вторым разом было всего лишь полгода. То есть через полгода я опять приехал уже с немножко обновленной программой. Замечательный зритель, с замечательными артистами я приезжал. Первый раз я приехал с группой XBB вместе с моим близким другом Гии Гагуа, потом где-то через полгода я приехал с еще одним моим хорошим другом, которого, кстати, сегодня день рождения, это Абида Сомов, народный артист Узбекистана, наш маленький узбек с кривого зеркала. И концерты прошли великолепно. У нас там замечательно есть администратор, зовут его Салман. Он делал наши концерты. И я жду приглашения от Салмана, буду очень рад вновь посетить ваш замечательный, неповторимый город. Вот я вот вопрос задавала сыну вашему. Вот публика где вот теплее всего принимает? Есть какие-то определенные, вот на родине, например, в Армении или где-то еще, или в каком-то городе? Эмоциональнее лучше принимать южане. Я уже обратил внимание, действительно, я не хочу обижать прибалтийские народы, но у прибалтов немножечко другое. Знаете, вот они, например, когда армянин встречает, «Ай, цаватаны, балы, вахты, радуются всегда, радуются вы, браджан!» Не могу. Прибалты, вот ты идешь, например, по Юрмале, вот это есть улица Йомас, ты идешь по Юмасу, вот к концертному залу, вот идет прибалт, он тебя узнал, он дал понять, что он тебя узнал. Здравствуйте. И так же гордо пошел. Он не будет кричать «А у меня нет с тобой фотографии!» Он никогда в жизни этого не скажет. Вот армяне, да, они более эмоциональны. У меня, знаете, вот Сэмчик правильно сказал, он правильно очень сказал фразу. Конечно же, в Армении очень хорошо встречают, в Ереване у меня всегда вот в больших концертных залах было выступление в большом зале филармонии, первый концерт был, второй был в театре, в котором я готов был встать на колени на сцене этого театра. Я представляю, весь театр вообще. Это театр «Сундукяна». Я был горд, что я на сцене этого театра выступаю. Я люблю, ну вот в Израиле, например, я выступаю два раза в год, потому что там есть определенные зрители, которые постоянно, вот это бухарские евреи, горские, ну и, естественно, наши киназы, русские евреи и так далее. Ну что, у нас в эфире один из самых узнаваемых армян в мире, Карен Аванисан, в прямом эфире на телеканале Ларм ТВ, и мы готовы принять следующий звонок. Барев Дзес, алло. Барев Дзес. Барев Дзес, Кишка Чка. Барев Дзес, я звоню, меня Нунес зовут, я сама Сычмиадзина, звоню из Солнечной, Сочи. Вот хотела бы вопрос задавать Карену Авансяну. Пожалуйста. Я слушаю вас. Вот когда вы к нам собираетесь приехать? Вот. Сейчас вы должны быстренько написать график ваших концертов, чтобы они задавали другие вопросы. Когда мы будем сходить? Вы знаете, на концерты я приезжаю, ну, где-то, наверное, я не так давно выступал тоже, просто вот где-то года полтора назад, наверное, я был последоваться именно с гастролями, с концертами, это была первоапрельская юморина. Ну, я даже не знаю, в Армении я приезжаю часто, это моя родина, как может человек не приезжать к себе домой? У меня в Армении есть дом, у меня есть квартира там, там, но тем не менее, конечно же, я вот сейчас вот только недавно был в Ереване, вот где-то месяц-полтора назад и собираюсь приехать на днях. Из Сочи. Я буду в конце октября обязательно буду в Ереване, а в Сочи я собираюсь приехать 24-го числа, послезавтра, через два дня. Да вы что, уже? Нет, я поеду отдыхать, погреться на солнышке. На солнышке, там в Краснодарском крае плюс 18, так что ловите на пляжах Сочи, с под аппаратом. Ну что, на связи еще наша телезрительница? Армены все, пропало, да, она пошла купаться в Сочи, а там же, наверное, плюс 22. Ну что, мы продолжаем нашу беседу, уважаемые телезрители. Но еще раз напоминаем, что партнером телекомпании АРМ-ТВ является авиакомпания Air Armenia. Напоминаем также, что у нас не только идет разговор с армянским акцентом в эфире телеканала АРМ-ТВ, но и многие другие передачи. Ну вот, если вы не знаете, как приготовить армянское блюдо, смотрите кухню с армянским акцентом, которую ведет Роза Мартина Саркисяна. Или каждый день в 19.00 в прямом эфире открытый эфир. Ну и не забывайте, что в нашем эфире также вы можете посмотреть невероятную передачу, которую ведет талантливый человек, наш учитель и наставник, Гамлет Бушьян. Называется она «Быть или не быть». Ну а сейчас мы готовы подарить всем вам и нашему дорогому гостю Карену Аванесяну клип «Реинкарнация». Давайте посмотрим, и сразу после этого мы продолжим нашу интересную беседу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аквистры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ats tampil DimaTorzok Дario, Дим E.C. Титаникle, Дим Иванович DimaTorzok Геннадийцы All 分 whole DimaTorzok Тань, прости, но пришлось рассказать. Щечки, да, щечки-то надо поддерживать. Поэтому она такая стройная, она иногда так откусит, пока идет клип, а потом... Ладно, не обо мне сегодня речь, не обо мне. Ну что, продолжим нашу замечательную передачу. А, вот у меня вопрос. Вот вы приезжаете, допустим, в Армении. Я вот тоже у сына вашего спрашивала. Удается ли погулять по различным местам? И вообще, вот знаете как, ваш гастрольный график, вы когда в какие-то города ездите, вы оставляете время на то, чтобы посетить какие-то места в этих городах? Или строго приехал, отработал уехал? Вот я 2-го числа выступаю, корпоратив у меня. 2-го числа в Ереване выступаю. Прилетаю туда 31-го, улетаю 4-го. То есть я 31-го, первым же рейсом лечу. Этот день весь у меня есть. Первый у меня есть 2-го. Я работаю 3-го, 4-го. Я отдыхаю вечером. То есть я стараюсь всегда, конечно же. Но чаще всего я на такой короткий период не приезжаю. Я, как правило, приезжаю на 10 дней. Я хочу на 8-10 дней, чтобы я все-таки... Ну, родственники есть. Надо их всех навестить в Карабах. Надо съездить тоже вот просто для себя, для души отдохнуть. Потрясающе будет, если вот как-нибудь приедете в Карабах. И вот без всех просто возьмете какой-нибудь рюкзак. Я сейчас серьезную вещь говорю. И просто погуляете вот там ханущенагище. Неважно, Марта Керскер. Просто один погуляете вот по этим лесам. И просто послушайте, как птицы поют. Вы действительно сделаете вот такую перезагрузку. Вот если вдруг вы запомните этот мой совет, и это сделаете, вы поймете, о чем я сейчас говорю. Я отключаю все. Уверите? У меня был случай в 98-м году, когда я отказался от телевизоров, от всего. То есть я не хотел ничего. Ни интернет, ничего. Я поехал просто в Гадруцкий район, село Цорн, деревня. Да, я слышал. Где не было, в тот период не было электричества, провода. Там все еще только приводили. И значит, я такое удовольствие поймал. Мы на охоту ездили. Со мной находился один академик, которого я называл по имени Владик. Мы с ним были на ты. Хотя он читает лекции в Бостонском университете. Удивительный человек. Но он закрылся, он сидел просто отдыхал. Мы были охотниками. И самое интересное, мы встречаемся только там. В Москве мы не созваниваемся. Ну, что, в Москве охотятся? Нет, как-то не получают. И вдруг я приезжаю, даю таксисту, у меня кончились армянские драмы, 100 рублей, чтобы он меня довез там вообще рядом. Он говорит, сей сичпога. Я говорю, как? Я же вчера давал тебе, вот за это же расстояние, 5 дней назад давал тебе эти же деньги, ты мне еще сдачи дал. Он говорит, ты посмотри, что происходит. Оказывается, это было 28-го, это август. Когда рухнул рубль, и он меня останавливает, а телевизора не было, я ничего не смотрел. Это был свой кайф, когда я вдруг, я говорю, боже мой. И я разговаривал только на родном языке, только на родном. И вдруг в один момент я почувствовал, что у меня через два дня концерт, и мне так трудно было вернуться к русскому языку. Появилась проблема падежей и прочее. Но потом все-таки опять включился. Ну что, не забываем, уважаемые телезрители, что телеканал АРМ-ТВ в своем эфире разыгрывает билеты на лучшие концерты, которые проходят в столице Российской Федерации здесь, в Москве. У нас есть еще два билета на концерт 4 ноября, который ставится в Государственном Кребенском дворце, организатором является Союза Армян России. И мы готовы задать вам вопрос. Если вы нам сейчас сумеете дозвониться, правильно ответить, то мы получаете два билета. Скажите нам, пожалуйста, кто являлся учителем князя Вартхана Мамиконяна? Те, кто знают историю Армении, я думаю, сумеют легко ответить. Кто являлся учителем князя Вартхана Мамиконяна? Варианты ответов, как всегда, вам называем. Мовсес Хоренаци, Месроп Маштоц, Езник Кохбаци, Корюм. Кто из них являлся учителем князя Вартхана Мамиконяна? Прошу прощения, Карен, но иногда нам надо зрителям задавать эти вопросы, потому что они там разыгрывают эти билеты и с удовольствием муж с женой идут в концерт. Я сам себе задал этот вопрос. Знаете ответ? Догадываюсь. Я догадываюсь. Ну а вот у меня тоже, мне очень интересно, вот все мы вас видим по телевизору, мы вас видим на концертах, видим вас в работе. И я думаю, что многим телезрителям очень интересно узнать, какой вы в жизни. Так же вы смеетесь, так же вы улыбаетесь, так же вы шутите дома. Вы знаете, я умудряюсь быть ребенком иногда. Вот, например, если мне что-то нравится, допустим, я смотрю какую-то передачу, и мне понравился кто-то. Я умею радоваться как ребенок, смотреть это все. В семье не могу сказать. Иногда бываю занудливый, честно скажу. Иногда бываю, вот особенно если у меня вот несколько дней были тяжелые, сложные, я люблю просто полежать на диване, или посидеть на компьютере, или просто посмотреть телевизор, посмотреть хорошее кино. И бываю иногда даже скучным. Но это от усталости, если я вот выдался. Я думаю, что это утомляемость. Мы как раз с Сэмом до вашего прихода в студию говорили про вот ваше вот это состояние. У нас уже звонок поставил в студию. Прямо не дают говорить, мы этому рады. Алло, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Алло. Баре в дес. Баре в дес. Разговаривайте в телевизор. Алло. Не в телевизор. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Говорите в телефон, ладно? Вы просто слушаете нас. Да, я выбираю вопрос, это ответ первый, может, с хоро нацией. Итак, мы задавали вопрос всем нашим телезрителям, кто являлся учителем князя Вартана Мамиконяна. Рома Богдасарян говорил варианты ответов. Корюн, езник кухбацы, месроп масштод и мовсес хоро нацией. Вы сказали мовсес хоро нацией, правильно? Корюн, езник кухбацы, месроп масштод. Задержка опять. Задержка рейса, задержка эфира. Да. Да, и это неправильный ответ. К сожалению. У нас идет задержка эфира, и мы поэтому все это слышим с опозданием. К сожалению, это неправильный ответ. Да, он тоже был учителем, но не учителем князя Вартхана Мамиконяна. Это имеет большую разницу. Ну, я на него и подумал. А вы тоже думаете на этот неправильный ответ? Нет, я бы думал на правильный ответ, потому что это был единственный, кого я знаю. Да, понятно, понятно. А остальных тоже узнали сегодня. Да, да. А вот мне интересно, вы же не только по практике, вы же еще великий теоретик юмора. Почему? Да, вот кто вообще завез-то армянский юмор в России? Вы знаете, да, это очень интересный вопрос. Дело в том, что мало кто у нас знает, к сожалению, о том, что первый конферансье России, вообще человек, который привез в Россию слово «конферанс» еще до революции, это был Никита Балиев. Он был с Екатеринодара, армянин из Екатеринодара. Настоящее его имя было Макартыч Бальян. Он был близким другом Станиславского Немировича Данчика и, кстати, был создателем знаменитого театра «Летучая мышь» в этом театре. Потом помните, когда в свое время Петросян создал театр «Кривое зеркало», но название-то он позаимствовал от другого «Кривого зеркала». В 1893 году, по-моему, открылся в Петербурге театр «Кривое зеркало», где выступали юмористы, которые делали по родине депутатов Государственной Думы, на Пуришкевича, например, на Столыпина, на многих таких, так сказать, известных деятелей того времени. И сам государь-император Николай II любил смотреть их спектакли. И, кстати, в этом театре была тоже одна наша армянка. Фамилия ее была Асланова. Была актриса вот этого Петербургского театра «Кривое зеркало». Так что юмор армянский. А вот насчет Никиты Балиева могу добавить, что его внучатый племянник, который жив, здоров, да, ему к нему здоровье, ему 84 года, его зовут Георгий Карапетович Териков, автор многих монологов, которые он писал для Винокура. Помните «Баня» про «Баню»? То, что вот сегодня Галкин исполняет, это тоже написал ветеран, наш армянин Георгий Териков. Очень интересно. Уважаемые телезрители, подключайтесь к разговору с ведущими телеканала РМТБ, и в частности с нашим дорогим гостем Кареном Аванесяном. Не каждый день он к нам приходит в гости. А что делать, да, такая загруженность. Но сегодня появился, и у вас есть уникальная возможность дозвониться до нас и поговорить с нашим гостем. Вы видите у себя на телеканах наш номер телефона. Напоминаем его устно для тех, кто нас не смотрит. А есть у нас и такие телезрители, как мы любим говорить. Есть вот армянские телезрители, которые лежат под одеялом и просто нас слушают. Для вас мы говорим, что наш номер телефона, но у нас уже есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я рад вас слышать. Я сейчас, я каждый день звоню вам. Александр, но только из Москвы. Очень хорошо. Здравствуйте, мы вас знаем уже. Здравствуйте. Спасибо. Мне очень хочется... Билеты у меня есть, я пойду на концерт. Мне билеты не нужны. Я хочу Карену Аванесяну вопрос задать. Пожалуйста. Можно? Конечно. Карен, я не знаю, я ваш ровесник. Спасибо вам большое. Я... Ну, очень большое. Я просто знаю вас как артиста, знаю, люблю. Но сегодня впервые увидел вас человека. Спасибо вам за Нагорный Карабах. У меня мама Гадруцкая. Ой, да! Ваше отношение вот к этому, ко всему... У меня слов нет. Спасибо. Спасибо огромное. Я рад, что узнал у вас другой. Я просто любил вас как просто артиста. Сегодня я увидел вас человека. Спасибо вам большое. Спасибо огромное за приятные слова. Одно дело увидеть вас Кареном Аванесяну, что все это другое дело уже человек. Ну да. Без париков, без усов наклеенных. У нас огромная аудитория. Нам надо просто рассказать Карену Аванесяну, что карабахцы в массовом порядке смотрят АРМ-ТВ. Так что сейчас вас смотрят многие карабахцы. Всем карабахцам большой привет. И всем армянам, и всем нашим телезрителям, в том числе русским. Ну, если мы немножечко разделяем, туда я бы хотел передать и Зангизурцам. Огромный привет мне, папа Зангизура. Из Сисьянского района. Я глазскому передаю привет. Ох, Сисьяне холодно всегда бывает. Карабахцам так сложно проезжать иногда этот Сисьян. Сисьян и Чана Парнеря. Ну что, а гуристская дорога, когда ты идешь, и все время по этой дороге ходят люди по мостовой. Да, это вообще уникально. Невозможно. Уникально было. Это знаменитый анекдот же был, когда один человек написал, ну, гури-сетси, пожалуйста, я вас прошу, пройдите, пожалуйста, по тротуару. Ну, слава богу, там есть автозаправки, какие-нибудь будки, где там готовят что-то. Хоть можно остановиться. У нас есть звонок в студию, Тань, принимай, дорогая. Да, здравствуйте. Барефт зест. Говорите, мы вас слышим, говорите. Алло. Барефт зест, барефт зест. На тебя отзывается. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, слушайте нас только в телефон, а звук на телевизоре выключите. Здравствуйте, меня зовут Давид. Я звоню из Москвы. Очень приятно. Приятно. Как у вас настроение? Настроение очень хорошее. Я слышал, Виктория, но забыл варианты. Можно еще раз повторить? Конечно. Во-первых, я хочу передать привет всему коллективу, Антеверу. Спасибо. И с удовольствием свою Карену. Очень рад и горд, что у нас есть такой человек, юморист. И варианты еще раз, если можно, я забыл просто. Конечно. Итак, кто являлся учителем князя Вартана Мамиконяна? Варианты ответов, которые остались, соответственно. Корюн, Езник, Кохбатси, Месроп, Маштоц. Если вы мне правильно сейчас ответите, два билета в Кремль, причем на шикарные места, только ваши. Вопрос трудный, но я думаю, что это был А. Кто? А или... Самый крутой учитель, я думаю, это у нас Месроп Маштоц. Я тоже не знаю про... Браво! Эй! Круто ученик. Ну, мы вас поздравляем. Вы, пожалуйста, трубочку не кладите. Сейчас вам расскажут, как вы можете забрать эти прекрасные билеты. Ну, а для всех наших телезрителей, которые не знают, кем был Месроп Маштоц, я сейчас говорю о русских. Конечно, каждый армянин знает, что Месроп Маштоц был основателем армянского святого языка, в который входит 39 букв. И, кстати говоря, Таня уже многие армянские слова знают. Ну, например, цаваттанэм, сэртитмернэм. Цаваттанэм, я, кстати, знаю, что цаваттанэм – это международная армянская обезболивающая. А сейчас Таня говорит Роме, дзайнеткэтриль, тур есхима хосан. Хоса, Джан. Хоса, только запомнил, что такое хоса. А он сказал, говорит, а он сказал, что Таня сказала, Рома Джан, убери громко своего радиоприемника, я начинаю вещать. Я жду. Да, можно я вам задам вопрос вам, такой интересный. А я думаю, что многим тоже телезрителям интересно, часто ли вам удается отдохнуть? И когда вы отдыхаете от работы, где вы проводите свой отдых? Ну, я говорил, как правило, я стараюсь куда-то в глушь, в деревню, такое, где нет ни телевизора, ничего. Езжу, ну, честно говоря, езжу по многих странам мира, люблю отдыхать. Мы путешественники здесь с женой, мы очень много ездим. Мы в год бываем в 6-7 странах. То есть месяц-два я работаю, а то дней 20 отдыхаю. И так вот все время. Конечно же, стараюсь всегда, но всегда попадаю в разные смешные ситуации. Вообще, юморист, когда, у меня был случай не так давно, я просто боюсь, вдруг я потом забуду его рассказать, всегда самый лучший почему-то остается за кадром. Меня Петросян как-то попросил одного африканца, у нас был такой в программе, участвовал в Кривом Зеркале, довезти до дома. Говорит, очень опасно, вдруг скинхеды нападут, ты лично его довезешь до общежития, оставишь его там, по-моему, в Руден он учился. Оставишь его там. Ну, я в общежитие его привожу, едем в машине, по дороге заехали мою тетю забрать, Муркур. Она, значит, садится здесь, здесь вот этот африканец сзади, тут я сижу, и Муркур не может, а впереди мой брат. И Муркур чувствует, почему Карен не двигает сюда, он же в темноте негра-то не видит, африканца, он же черный, это ночь. А я здесь, и она уже бедно сидит, зажатая, все, и вот мы едем, все спокойно, и вдруг оттуда голос. Спасибо, пожалуйста, я уже приехал, моя тетя, вы я оставаться, вы, мама, это кто там? А он говорит, это я. И тут она увидела ослепительно белые зубы. Она говорит, ой, извините, здесь темно было, я вас не увидела. Потом тетя поняла, что она что-то не то сказала, ей стало неудобно, и она, чтобы исправить все это, говорит, я извиняюсь, ведь тот же артист, я вас тоже увижу по телевизору вместе с Кареном, на что негр ответил, гениально. Он сказал, обязательно увидите, если темно не будет. У него тоже с армянами пошло, тоже хорошее чисто юмора. А вот, знаете, вот певца просят спеть, там, я не знаю, актеры, не актеры, а танцоры, а станцевать. А вот как к юмористу говорят, пошути? Нет, чаще всего бывает наоборот. Не знаю, что я все время практически стараюсь узнавать все новые анекдоты, мне очень трудно рассказывать анекдоты, мне все время подходят и говорят, вот этот новый анекдот знаешь, и рассказывают анекдот, который я забыл, когда учился в четвертом классе. Но он почему-то его по-новому рассказывает, уже меняются лидеры политические, был когда-то Брежнев, сегодня еще кто-то, например, да. Я, честно говоря, уже привык к тому, я всегда вспоминаю Юрия Никулина. Когда мы пытались, я просто знал Юрия Владимировича, когда мы пытались какой-то анекдот рассказать, мы захлеб рассказывали анекдот Никулину, он всегда слушал внимательно. Серьезно, никогда не удалось. Я слушал внимательно и в конце мы спрашивали, вы этот анекдот слышали, Юрий Владимирович? На что Никулин отвечал. Ваше исполнение слышу впервые. У нас есть звонок. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Очень приятно. Откуда вы нам звоните? Я звоню из Тамбовской области. Замечательно. Очень приятно, замечательно. Вот у нас такой потрясающий гость сидит сегодня в гостях. Может быть, какой-то вопрос у вас есть? Да, у меня есть вопрос Карена Ваниссяна. Карен, я тоже бакинка. Я помню еще ваше выступление на бакинском телевидении, когда вы выступали с монологами на азербайджанском языке. Я бы хотела спросить вас, вот вы ездите по большим городам, а по малым городам вы тоже ездите? Например, вот город Уварово в Тамбовской области. Вы не собираетесь туда ехать? Ой, я с удовольствием еду везде, куда меня приглашают, и стараюсь всегда быть везде. Поэтому мне это наоборот. Мне всегда приятно встречать со зрителями даже маленьких городов, потому что они более добрые, более теплые, менее избалованные, наверное. Я в больших городах всегда какая-то... В маленьких городах, знаете, есть определенная ответственность. Определенная ответственность, потому что людям сложнее живется, наверное, в малых городах и поселках, чем в крупных городах, где больше активности деловой. И поэтому, если на твой концерт пришли в маленьком городе, значит, они от какого-то семейного бюджета что-то оторвали, и пришли на тебя, значит, это дорогого стоит, это большая ответственность. Конечно же, я всегда стараюсь выступать везде, где меня пригласят, не только большие города, поверьте. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Светлана, спасибо большое. Ну вот, потрясающе на самом деле. Вот все спрашивают, когда, когда вы приедете. Я представляю, что происходит, когда вы идете по улице. Вам, наверное, проходу совершенно не дают? Ну, бывает так, что... Ну, я, знаете, мне приятно бывает. Я всегда улыбаюсь, отвечаю. Ну, если нет хамства, конечно. Бывает иногда, когда просто... У меня был случай, когда я однажды опаздывал куда-то и остановил машину просто у ближайшего метро и нырнул туда в подземку. И вдруг одна тетка идет такая с баулами, сумками, такая спортивных этих самых трико, неимоверных размеров. Она такая... Ты кого только в метро не увидишь, а? И в этот момент все на меня посмотрели. Я смутился, конечно. А вот интересно мне, о чем Каренова Ниссан мечтает? Нечтаю? Ох! Ой, нет, у меня самая главная мечта, это мои близкие, мои родные, чтобы все были живы-здоровы, чтобы никогда не болело сердце за... И это небольшие слова. Когда мы были маленькими детьми, я помню, если у нас в доме какой-то был недостаток, нехватка чего-то, моя мама всегда говорила, а я от вас лишь бы войны не было. Мы тогда всегда смеялись, говорили, ну какая может быть война? Такая страна великая, СССР, кто посмеет? Но потом, видите, прошли годы, и вот сегодня война была в Чечне, а теперь здесь, в Украине. И все это, когда ты смотришь, это ужасно просто. Так хочется... Я вот серьезно, я очень-очень хорошо знаю эти места, где сегодня неспокойно. Я в Донецкой области много раз бывал. В Луганске у меня сестра двоюродная моя жила, представляете, дважды беженка, выезжать из Баку, и только-только она купила дом в Луганске, только отметила новоселье, и вот это все началось. Это ужасно, страшно. Мечта о том, чтобы мы... Все люди одинаково смеются, одинаково плачут. Я в этом убеждался. Я по всему миру. Я был в Узбекистане, в советских наших бывших республиках. Я бываю в Молдавии, в Украине, я уже говорил. Во многих... Все одинаково смеются, и мне... И одинаково меня встречают. Я никогда не забуду, когда мы были... Нет у нас пока прямого эфира? Прямого? Прямого? Нет, звонка нету. Нет, нет звонка нету. У меня в Грузии был очень давно случай один, который я всегда рассказываю друзьям, когда табилийские армяне, авлабарские, хинкали, пошли кушать туда, поехали сюда. И вдруг... Я говорю, ребят, все, стоп. В четыре часа мне надо зайти в парикмахерскую, побриться. У меня концерт, я забыл электрообритого. Он говорит, Карен Джан, такой гость приехал, Тавелеса, а ты что? Парикмахер сам в гостинице тебя побреет, пострижет. Ровно в 16.00 приходит парикмахер, дядя Сандро. Я говорю, дядя Сандро, вы сможете меня быстро побрить? Времени мало. Он говорит, конечно, успею, дорогой. Ложись. Ложись. Я лег, он начал меня брить, великолепно побрил. Я говорю, дядя Сандро, но это первый случай в моей жизни, когда меня бреют, лежит. Он говорит, а что делает Геннад Сварович? Ты тоже первый живой, кого я в жизни брею. Такая ситуация из черного юмора. Да, да, да. 8-499-272-46-54, напоминаю, наш номер телефона, как я не успел рассказать, для тех, в том числе, кто лежит под одеялом и просто нас слышит или слушает. Надеемся, что вы все вместе с нами. Осталось 10 минут, но у вас еще есть время все-таки набрать наш номер телефона и побеседовать. Не побоюсь этого слова сказать с великим армянином, потому что мы всех известных армян так и называем великими армянами. Наша нация очень маленькая с одной стороны, а с другой стороны, у нас так много талантливых людей, так много армян, которыми мы гордимся. И, конечно же, среди таких армян наш дорогой Карен Аванисиан, которому мы говорим. Кстати, спасибо, что вы вообще сегодня с нами. В чем особенность наших армян? Знаете, мы единственный народ в мире, который до конца смотрит все фильмы в надежде в титрах увидеть армянскую фамилию. И тогда зал взрывается аплодисментами, аплодируют только армяне. А вот мне интересно, вы идете по жизни с юмором. А к проблемам вы как относитесь? С каким-то сложным? Тоже с юмором? Вы знаете, что очень многие вещи можно решить, вопросы можно решить юмором. Как сказать, например, конечно, мне проще бывает, чем кому-нибудь другому, скажем, немедийному человеку решить какие-то вопросы. То есть заходишь в кабинет, тебя как-то узнали, ты улыбнулся, рассказал анекдот, и уже мост какой-то налажен. Есть мост, который ты налажил, и можешь решить какие-то проблемы. Бывало, в моей жизни бывали такие случаи, когда были какие-то проблемы, и я мог это решать. Да я считаю, что вообще, у меня был даже случай, когда я просто стоял около киоска, покупал какую-то газету, что-то разглядывал, и какой-то немножко хамский такой удар, такой кулаком по спине, типа двигайся. Так, он не увидел меня просто сзади. Я поворачиваюсь, посмотрел на этого человека, ему стало так неудобно. Он, ой, извините, простите, пожалуйста, я просто думал, вы покупаете или не покупаете, ему показалось, что я очень долго стою и ничего не покупаю. То есть, сразу человеку самому иногда бывает неловко, может быть, из хамства. Ну, может, я не знаю, может, из-за моей медийности, узнаваемости, но со мной бывали такие случаи. Вы чувствуете себя врачом? То есть, вы же сердца влечите? Я лечил, я знаете, однажды, если у нас нет звонка, я просто расскажу. У нас шквал звонковый, все ждут. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. Пожалуйста, говорите. Слушайте, пожалуйста, что мы говорим в телефон. Пожалуйста, выключите звук на телевизоре. Алло, здравствуйте. Борецис? Алло. Говорите, говорите, мы вас слышим и очень внимательно слушаем, говорите. Как вас зовут? Алло. А, мы слушаем, говорите. Так, меня звать Гарик. Очень приятно. Очень приятно. Понятно. Выключите, пожалуйста, телевизор, общайтесь только по телефону. Все, я этот звук выключил. Вот, хотелось бы у Карена узнать, вот, я жил с него с сестрой двоюродной в Баку, в одном подъезде. Алло. Да, я вас слушаю, я слушаю вас. С какой сестрой их много у меня двоюродной? Хотелось бы узнать, сейчас где она проживает, Наташа, сестра у нее есть такая двоюродная. Да. Да, мы вас поняли. Спасибо. Как-то можно, а Карен в курсе, вот где она живет сейчас? Двоюродная сестра Наташа. Если вы спрашиваете про Наташу Жамгарян, то она живет в Ростове. Они живут в Ростове, да. Да, в Ростове живут. Вот, наверное, может, это, забыл, наверное, это были еще вот 80-е годы, вот он приезжал все время к ним в Ахмедлы, это был такой поселок. Да, помню. Мы жили вот на одном этаже. Поселок Абилово даже назывался он. Я помню. поселок Абилово, да. Я помню, конечно, хорошо. Да, Карен, хотелось бы всегда тебя видеть в здравии, чтобы всегда ты вот как бы людей рады был больше своей жизни, долгих лет тебе здоровья. Но если вот когда будут какие-то концерты в Орле, у нас есть такой хороший центр, Грин, то есть хотелось бы приехать сюда тоже какой-то концерт это возможно такое? Это возможно, я буду очень рад, я буду очень рад, если кто-то организует эти концерты. Я думаю, что там есть немало зрителей, которые меня знают и любят, и я думаю, что все будет замечательно, и мы соберем хороший зал наших единомышленников. Спасибо. Но судя по звонкам, у вас, по-моему, поклонники по всему миру. Я думаю, что если у нас еще и будет информационная поддержка АРМ-ТВ, которые смотрят сегодня вся наша огромная, весь наш уже земной шарик большой. Да, да. У нас огромная аудитория, ну что, уважаемые телезрители, напоминаем, что каждый будний день вы можете смотреть разговор с армянским акцентом, у нас осталось не так много времени, но думаю, что у нас есть время для того, чтобы выделить вам камеру, и вы обратитесь к нашим телезрителям самыми наилучшими пожеланиями, которые только есть в сердце Карена Аванесяна. Дорогие мои друзья, я хочу пожелать вам, конечно же, позитива по жизни. Не огорчайтесь, когда бывает что-то сложное. Всегда будьте в добром настроении, умейте создавать праздники. Я, например, делаю что? Советую вам покупать такой календарик небольшой, отрывной, который называется юмористический. Отрываешь вот листочек с утра, прочитал какой-то анекдот, рассказал своим близким, и у тебя уже хорошо на сердце. Я желаю вам еще раз удачи, добра, счастья, и чаще смотрите юмористические программы. Я всегда жду вас на своих концертах, потому что вы мне очень-очень нужны, я дорожу каждым моим зрителям. Спасибо вам за то, что вы есть. На самом деле, да, это вам огромное спасибо, потому что мы видим, вот я лично настолько вижу, вы все время может быть там кто-то звонит, человек хочет что-то спросить, вы настолько принимаете участие в этом, и это действительно видно и заметно, и это очень ценно, когда артист настолько любит своего зрителя и настолько дорожит им. Это безусловно очень приятно. И вообще, у нас сегодня на самом деле очень тепло в студии, потому что к нам пришел такой светлый, добрый, позитивный человек, мы сегодня от души посмеялись, за что вам огромное-огромное спасибо. Спасибо всем, спасибо вам, друзья. И спасибо нашим телезрителям, что они остаются у экранов, спасибо, что наша аудитория, которая состоит, конечно же, из вас, наши родные, увеличивается с каждым днем, с каждым днем. Осталось всего лишь полторы минуты, но нам так много чего хорошего хочется вам сказать. Таня, прощайся, и я закругляю. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что смех продлевает жизнь, причем на 7 лет, это я сегодня прочитала. Еще я много чего прочитала, что насколько смех полезен для здоровья, поэтому больше смейтесь, больше улыбайтесь, смотрите на жизнь с позитивом, с радостью, с улыбкой, даже если что-то происходит не так, вы улыбнитесь, и все равно, хоть немножко, но станет легче. И помните, что каждое завтра будет еще лучше, чем сегодня, если вы будете смотреть разговор с армянским акцентом, и самый добрый, самый светлый, самый лучший на свете ваш телеканал Арм ТВ. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова